Приветствую! Вновь добро пожаловать на мой дайджест о кино и наболевших событиях. Сегодня поговорим об Оно 2, фильме по мотивам событий и трагедии в Норд-Ост и блокировке на Ютубе. Рано или поздно это бы произошло. Момент, когда великий и ужасный ящик перекрыл бы кислород нашей работе, которой я бы очень сильно гордился. И вот сейчас это произошло. Речь идет о трэш-обзоре шоу «Мужское и женское», завершающей части цикла о похождениях партии Георгия в «Отеле Триумф». Вы не представляете, насколько я рад вашей реакции на финальную серию. Не потому что она закончилась, а потому что именно четвертая часть наконец-то приобрела ту форму, которую я хотел видеть с самого начала. Это в меру стебный, в меру гневный обзор. Там была своя завершающая мысль, мораль, фарсово-трэшовая сюжетная линия, которая, грубо говоря, отзеркалила это шоу на жизнь героев нашей новелли. И я безумно рад вашей поддержке и вашему фидбэку. Буквально за один-полтора дня обзор набрал 400 тысяч просмотров, и это только начало. Но! Но! Я уже начинаю привыкать, что нечто хорошее у меня всегда перекрывается чем-то не менее плохим. И вот вчера, без объявления войны, сутрица, первый канал кидает жалобу, которая блокирует обзор везде, во всех странах. Естественно, за аторские права. Все бы было более чем справедливо, если бы своевременно это словила система Content ID. То есть робот бы считал чрезмерно использование чужих материалов, кино, жалобу и так далее. Но тупость этой ситуации заключается в том, что данный обзор первый канал заблокировал вручную. Ручками. То есть какой-то альтернативно одаренный дядя из первого канала ежедневно вбивает в поиск название своих говношоу и не углубляясь в контекст, не разбираясь в проблеме, просто жмет кнопку заблокировать. Естественно, под раздачу попадают только обзоры негативные. Так сильно, правда, глаза режут, да? Причем ваши коллеги студии Красный Квадрат ведет себя более адекватно. Так под раздачу с авторскими правами попал обзор «Давай поженимся». Однако там просто отключили монетизацию и все бабосики с просмотров Красный Квадрат забирает себе. Возможно, это справедливо, и я не возражаю, потому что мне глубоко плевать на монетизацию. Для меня в первую очередь важно, чтобы народ услышал и понял, что мы хотели донести, но первый канал рубит все на корню. И как-то абсолютно плевать на Гражданский Кодекс Российской Федерации, а именно на статью 12.74, где без согласия автора или иного правообладателя я имею право цитировать ваш материал в научных, критических, информационных, пародийных, учебных целях в целях раскрытия творческого замысла автора. Но на-пле-вать! Такими действиями команда Константина Львовича Энста лишь дискредитирует свой канал и в лишний раз подтверждает мои слова о том, что даже на грани банкротства, предсмертной агонии вы не можете сохранять честь и достоинство и гасите любую критику с Ютуба. Делали бы адекватный контент, никто бы вас не трогал, а так даже поржать с вас не разрешайте нормально, ни себе, ни людям, как говорится. Разумеется, я подал все оспаривания и апелляции, но попытки тщетны, первый канал меня успешно отфутболивает, потому что First Channel of Rush и адекватность это слова антонимы. Так что через несколько дней на канале я, скорее всего, сделаю перезалив, где намеренно отзеркалью под заблюрю шоу мужское-женское, чтобы не травмировать ваши чувства авторских прав. Так что буду брать реванш. Надеюсь на вашу поддержку, но для особо нетерпеливых есть перезалив ВКонтакте. Ссылка на это есть в описании, оно находится в нашей группе. Также на моем втором канале, да-да, у меня есть второй канал, вы найдете целиковый сюжет отеля «Триумф», в котором мы склеили воедино без обзорческой части. Ссылка также есть в описании, или вы можете классно сюда. То есть 4К, никакого обзора, все, как мы задумывали изначально, и для кого интересно окончание истории в отель «Триумф». Для меня очень важен ваш фидбэк, какая новелла по итогу зашла вам больше, какая меньше, потому что для меня это такая первая большая работа, где я намеренно выпал из кадра и полностью сконцентрировался на режиссерской работе. Ну и огромное спасибо вам за мнение, за комментарии. Я очень хочу развить и проапгрейдить этот формат. Прикиньте, сделать мини-сериал по России один в формате ужастика или хоррора. Прикольно, да? Постараюсь не грустить, надеюсь на вашу поддержку. Нет, это я не плачу очень. Конфета кислый, долбанный токсик вест. Спасибо хоть мармелад шоу за поддержку. Сорт невидов мармелада, печенек и шоколада из Америки, Европы и Азии. Мне вот вообще подогнали свитбокс, где собран полный вкусный рандом. Теперь тут новые токсики, даже гранчичитос. Не просто тебя найти, зараза. А если ты давно хотел заняться своим делом и открыть такой сладкий магазинчик в своем регионе, оставляйте скорее заявку на франшизу. Ребята расширяются. Переходите по ссылке в описании и получайте скидку 10% по промокоду ЧАК13. Ведь действительно иногда горе лучше заесть. И мармелад шоу вам в этом поможет. Грусти и несправедливости полно не только на ютубе, но и в кинематографе. У нас уже есть такой предрассудок, что в месяц примерно выходит, наверное, 5-6 фильмов. Два из которых это незамысловатые комедии, два блокбастера и два приходничка. Тем более многие думают, что, как правило, эти проходнички из России. Но это не так, абсолютно не так. Фильмов выходит гораздо больше. А если копнуть глубже, то есть и достойные российские картины, о которых вы, скорее всего, ничего не слышали. И тут уж судьба злодейка постаралась. Это все к тому, что в кинотеатрах вышел фильм Алексея Петрухина «Последние испытания». Фильм, который и так издалека на постере выглядит довольно сомнительно. Какой-то боевичок с Андреем Мерзликиным, сиквел фильма «Училка». А вот внезапно эта картина, сделанная по мотивам трагедии в Норд-Ост. Того самого теракта на Дубровке 2002 года. Ключевое слово «по мотивам», потому что картина не стала привязываться к конкретным лицам, именам, а сделала самобытную историю, которая вроде бы рядом, а вроде бы самостоятельная. В фильме даже были реальные участники трагедии Норд-Ост. Так, к примеру, Наталье Старцу и психологи советовали преодолевать свои собственные страхи. Но тема, сами понимаете, щепетильная, да нельзя. Одними из самых первых недовольных зрителей, естественно, были ФСБ. Чтобы вы понимали, фильм был снят несколько лет назад и откладывался в большой прокат аж четыре раза. В прошлый раз осенью 2018 года картину запечатали за пару дней до релиза. И, разумеется, уже в четвертый раз картина вышла в кинотеатрах очень тихо. Без премьер, без помбы, тихохонько, тихохонько. А жаль. Да, фильм «Звезд с неба» не хватает, но это крайне щепетильная лента. Момент захвата заложников действительно пробирает до мурашек, и ты начинаешь немножечко ерзать в кресле. А непосредственно большую часть хронометража фильм представляет из себя диалог с террористами. И ведет его обычная учительница в исполнении потрясающей актрисы Ирины Купченко. Чеченские боевики весь фильм орут, что они не начали эту войну, в то время как училка вступает с главой операции в историческую полемику. И фильм упорно бьет в лоб моралью, что неважно, кто начал войну. Намного важнее ее закончить, причем как можно скорее. Кино в целом построено на альтруистических началах, и создатели в первую очередь пытались докричаться с экранов, что долой ненависть, войны и эту токсичность. Действие картины даже происходит в ДК с символичным названием «Мир». К сожалению, реальная жизнь намного жестче, чем кино. Но пытаться исправить ситуацию к лучшему посредством экрана это всегда похвально. Не стоит ждать какой-то репродукции или срывов покровов. Это в первую очередь очень самобытное кино, которое пытается сделать нас чуточку добрее. Также у картины интересные технические финты. Например, классная операторская работа, где начальная сцена снята единым дублем 6 минут. А в самом ДК хорошее визуальное сочетание красных и синих цветов. Также в касте, помимо Купченко и Андрея Мерзликина, Ирины Алферова, в общем замах чувствуется. Из минусов не понравилась игра школьников ни нового, ни старого класса. Это знаете, еще чуть-чуть влево игра уровня школы Валерий Гайгерманики. Но еще плоский неуместный юмор. Когда террористы минируют здания, а параллельно нам показывают не дать опу в костюме петуха, одирающего от них, это как-то немного кринжово. Прикиньте, Бэйн такой захватывает стадион, и тут посреди действия выпрыгивает мистер Кувшинчик. Но еще и звук местами оставлял желать лучшего. То есть кино не без косяков, но имеет весьма важный посыл, особенно для современного общества и современных нравов. Мы здесь на справедливой войне! Суш! Посмотреть действительно стоит, и хоть большинство СМИ игнорируют этот фильм, и на пресс-конференцию картины приходят три с половиной колейки, и буду пытаться как-то исправлять ситуацию. Что поделать? Последние испытания уже в кино. А завтра в российский прокат выходит картина «Оно 2», господи, уйди, пожалуйста! Вы же знаете, что произведение Стивена Кинга делится на две части. О мелком и позрослевшем клубе неудачников, и, собственно, студии Warner Bros. с режиссером Адресом Мускетти решили особо не мельтешиться и разделили книгу на две картины, что вполне логично. Я обожаю первое «Оно», для меня это ни в коем разе не хоррор. И моменты, когда я такой «Ой, как страшно!» происходили за фильм от силы раза два. Для меня, в первую очередь, это отличная фэнтези с потрясающими героями-детьми, которые вместе излучали зашкаливающую дозу обаяния. Это фильм с отличными визуальными финтами, классным светом, атмосферой, божественным Биллом Сказгардом, да и вообще к картине подошли очень креативно. Жаль, что многие люди валили на него в первую очередь как на ужастик, ведь такое намного проще продать, хотя Кинг по факту писал вовсе не про это. И вот вторая часть, «Клуб неудачников» вырос, и кто вновь пойдет на фильм для того, чтобы усаться штаны, вновь разочаруется, потому что фильм опять не про это. Единственное, в чем можно обвинить сиквел, так это в слабости первоисточника. Признаюсь, линия 27 лет спустя, что в книге, что в старом сериале, шла как-то вообще через зубы. Некоторые сюжетные решения и смерти очень спорные, само действие казалось уныле и меланхоличнее, а финальная борьба с Пеннивайзом – это вообще куром на смех. Разумеется, основные ходы в фильме переписывать не стали. Более того, на протяжении всей ленты герои угорают над персонажем Билла в исполнении Джеймса Макавоя, мол, он книжный писатель и пишет довольно паршивые концовки. Однако, команда Андреса Мускетти взяла все наработки Стивена Кинга и прокачала их до максимума. Прям вот вколола мельдония, превратив косяки в достоинство. Выросшие детишки вернулись в Дерри, чтобы навалять клоуну, и фильм раскрывает много посылов. Например, то, какими бы взрослыми мы не были, какую карьеру бы себе не сколотили, в душе мы останемся теми же десятилетними детьми, со своими фобиями, своими страхами. Просто мы это начинаем маскировать, мол, «Мы же взрослые, ааа, какой клоун, о чем вы?» И, возможно, от страхов стоит не сбегать, а посмотреть им в глаза и сказать, «Ты чмо, пошла, вон тупая улитка!» Также картина побуждает вспомнить о своих друзьях детств, вспомнить тех, с кем вы общались много лет назад, и, может, это воссоединение пойдет на пользу. Это дорогого стоит. В общем, Оно 2 — это, скорее, философичное произведение, которое по воле судьбы переполнено скримерами, которые консуленты просто уже перестают пугать. Но вот что вновь у создателей с лихвой получилось, это, мать твою, визуал. Новые заощрения Пеннивайза шикарны. Работы со светом, декорации, эффекты — все на охренеть, каком высоком уровне. Герои — не пушечное мясо, да и вообще, когда у тебя в касте Мэка Вой, Джессика Честейн и Билл Хейдар, даже как-то неловко делать из них мальчиков и девочек для битья. Каждый из них, кроме подкачавшегося жердяя, все такой же самобытный, обаятельный и харизматичный персонаж. В фильме, к слову, много юмора, и даже ужастики воспринимаются с долей иронии. И в совокупности Оно 2 интересно смотреть. Долговато, правда. Начальный замес, как герои ломаются, можно было подрезать минут на 10-15, но в целом достойно. Да, сиквел будет уступать первой части, но это только потому, что таков оригинальный роман. Киноделы сделали все, что смогли, и за этим большой респект. А к незнакомым бабкам в гости на чай, думаю, лучше заходить не стоит, не надо. И почему жердяй такой скучный? Короче, на этом все. Язык уже по классике отваливается, поэтому давайте потихоньку закругляться. Любите кино, ходите в кино, пошел в жопу ящик, пошел в жопу первый канал. Все ссылки есть в описании. Спасибо за внимание, вступайте в группу, пальцы вверх, всех люблю и всем пока. Господи, да уйди ты! Ммм, вкусно!